Друзья, торжественный момент. Сегодня в нашем информационном агентстве «Национальный курс» и в редакции нашей газеты выдаются еще четыре удостоверения для нашего, я надеюсь, мощного, мощнейшего филиала в Набережных Челнах, в Татарстане. Мы думаем, что ваш регион, как и положено, будет локомотивом и достойным примером в прекрасной организованной работе на НИВе СМИ, средств массовой информации. До сих пор в нашей стране все СМИ находятся под контролем либерального мышления, под негласным невидимым управлением через всяческие рейтинги и агентства, а главное через господина доллара, против нашей страны в работе. Теперь настало время, когда пришла пора нам противопоставить этому. Денис Сергеевич подписал для вас удостоверение, поручил мне вам это передать, а также еще двоим соратникам. И, Максим, самое важное, первое, это те рассказы, которые мы вам рассказывали про опыт нашей работы, особенности закона о журналистике, изучить и передать всем вашим ребятам, на кого мы выдаем. Поэтому работа, мы понимаем, что мы с вами сегодня не можем вести супер высоко квалифицированную и с точки зрения качества работы. И у нас к этому сегодня нет претензий. Главное, что мы распространяем правду, главное наши честные сердца, а навыки, умения придут в борьбе, как и все то, что мы в себе воспитываем, в себе нарабатываем. Точно так же, как мы впервые вышли на улицы, встали когда-то и не знали, как говорить, как рассказывать, как нести, как писать плакаты, как согласовывать все наши пикеты. Также нам сегодня предстоит подняться всем активистам национально-освободительного движения на новую ступень. Нам предстоит стать большими средствами массовой информации во имя народа, за народ, для народа и для смены правильного курса нашей страны. И в первую очередь за отмену колониальных статей Конституции. За общество, Родина, Свобода, Путина! Спасибо за доверие! И пусть нас боятся все! Я хочу сказать, что позавчера к Свете на пикете подошла очень представительная тетя, и назвала она себе, я же из агентства РИА Новости, мы за Путина, что вы на нас наезжаете, что вы нас пикетируете все время? Света не думает, ну может мы вчера пикетируем, или позавчера, а она не в курсе, она не нашлась, что ответить. Но нас пригласили к сотрудничеству, и таки мы готовы сотрудничать. Ну правда, мы там телефон не взяли, координаты не взяли, но мы всегда можем выйти с пикетом, это рядом, здесь бар культуры. Мы возьмем локар, напишем, друзья Путина, пожалуйста, вы можете участвовать в сборе решений граждан, в поддержку в том числе и президента, за предоставление ему полномочий, тех, которых у него сегодня нет по конституции. Поэтому вы можете все по поводу друзей Путина реально отработать. Вот сейчас мы журналисты, мы готовы взять у вас уроки, ну естественно бесплатно, поскольку у нас тут ГАЗДЭК не поддерживает, и с бюджетом мы тоже ничего не черпаем. Вот, но если нет, подождите, мы вырастим, посмотрим еще, кто определять будет поляну массовых средств информации. На этом всем пока, друзья, все-все-все призываю последовать примеру набережных челнов, и активно вступать в эту непростую, нелегкую, но на самом деле столь необходимую и доступную для нас стезю журналистики, медиа, там, радио и всего-всего-всего, что касается средств массовой информации. Всем пока! Пока! Спасибо! Спасибо!